Лени Кравиц и Кайли Минок. В России музыкант давно стал частым и желанным гостем. Во время его последнего визита с красавцем-шведом встретилась наша коллега. Госсер в переводе со шведского означает «сын Бо». «Бо» так звали вашего отца. Так вы больше папин или мамин сын? Скорее мамин. Мама оказала на меня огромное влияние. Защищала от всех неприятностей и невзгод. Я даже внешне похож на маму. У меня ее нос, глаза, скулы. Босс, на какие профессии успели перепробовать до того, как стали певцом? Ведь по образованию вы экономист. Три года я учился на экономиста, а после учебы год стажировался в шведской компании. Потом устроился менеджером в отель, ходил на работу в галстуке и костюме. При этом я с детства увлекался музыкой. Как-то друзья, музыканты предложили поехать с ними в гастрольный тур. И мне так понравилось общаться с публикой и быть на сцене. Я сказал себе, вот чем я хочу заниматься. И начал писать песни. Легендарную песню One in a Million вы посвятили своей девушке Джессике Оллерс, мисс Швеция, 98. Почему расстались и не жалеете, что упустили свою одну на миллион? Да, я написал ее, когда мы еще были вместе. Но музыка долговечнее любви. Песня живет даже, когда чувства умирают. Мы встречались года три, но нас развела сама жизнь. То она уезжала куда-то, то я. Но потеряв любовь, я не потерял друга. И у меня, и у нее потом были другие возлюбленные. Но Джессика для меня дорогой и особенный человек. Мы до сих пор общаемся. Других таких, как она, больше не встречали? Почему? Потом была вторая на миллион, потом третья. Это я шучу. На самом деле, это большая редкость встретить человека, который понимал бы тебя с полуслова. Когда песня «Одна на миллион» стала саундтреком фильма «Изконгениальность» с Андрой Буллок, Джессика первая поздравила меня и говорила, что невероятно польщена, что была для меня той единственной. Наверное, мы были слишком молоды, когда встретились. Может быть, еще не нагулялись. В Швеции нормально жениться после 30-ти, даже после 35-ти. Когда планируете обзавестись с семьей? Я бы хотел жениться в 22. Жалею, что не обзавелся семьей 10 лет назад. Сегодня у всех моих друзей, семьи, дети, у моих сестер тоже. Но я надеюсь, что обзаведусь семьей совсем скоро, потому что я люблю и хочу детей. Кстати, вы целый год гастролировали с Бритни Спирс. Она даже как-то заявила, что хотела бы иметь от вас четверых детей. Это была шутка. Двое сыновей у нее уже есть. Конечно, можно было стать отцом еще двоих. Но вы же знаете, сегодня она счастлива и не свободна. Песню «I believe» «Я верю в любовь» вы написали 11 лет назад. Все еще верите? Да, верю. Конечно, я боюсь влюбляться, но мне нравится ощущение влюбленности. Я превращаюсь в такого безумца. Кто-то сказал, что любить значит перестать сравнивать. Нам всегда кажется, что там, где нас нет, трава зеленее. Но нельзя постоянно искать что-то лучшее. Мне, например, неприятно, когда меня сравнивают с кем-то. Всегда найдется кто-то богаче, красивее, шикарнее, успешнее. Но я такой, какой есть. И хочу, чтобы моя девушка принимала и любила меня таким. В 2008-м вы исполнили с Лолитой Милявской песню «Небо в глаза». Лолита очень эпатажный человек. У вас ее поведение ни разу не шокировало? Нет, мне нравится Лолита. Я тоже на сцене готов на все. Если в жизни я отношусь к себе серьезно, то на сцене отрываюсь по полной. Мне нравится, что Лолита такая сумасшедшая и может вытворять все, что угодно. С такими людьми проще, чем с теми, кто по 10 раз обговаривает, как себя вести. Что ж, спасибо, любви вам и успехов. Спасибо вам большое.